друзья всем привет вы там еще не заснули на протяжении этих долгих выходных тире каникул тире отпуска но у кого как значит давно хотел поделиться информацией о том почему же некоторые говорят масс вот так вот когда четыре буквы м эти еще некоторые макс когда пять букв и с на конце и вот как раз мне пришла рассылочка сайта кора . ком и некий мэйсон портер профессор математик юси л и это университет штата калифорния в лос-анджелесе это я погуглил и ответ значит такой но сначала говорю для тех кто вот учит язык пока его еще не очень хорошо знает и хочется узнать его хорошо что мы делаем когда встречаем любой английский текст который можно скопировать мы выделяем нажимаем правой кнопкой и жмем вот сюда попадающую меню на кнопку google переводчик открывается вот такое окно и сейчас мы с вами будем сначала вот все это слушать вот это все поехали я им ан американ living in the uk so this is a sensitive issue for me smiley face as others stated in their answers math is correct american english and maths is correct british english however let me add a few more comments one stats is short for statistics in both variants of english two slate had an article about this why do brits say maths and americans say math three i have a slight lisp and maths is it's genuinely difficult for me to say it's genuinely difficult for me to say so i usually say math even though i am a math professor in the uk and four i experimented with writing maths versus writing math when talking to border agents when returning to the uk and they were very noticeably nicer to me when i wrote maths maybe they thought i was starting to be a simulated winking face closing square bracket dot as i once suggested in a blog entry maybe we should be discussing maths and stat ну и собственно дальше работаем с google переводчиком значит смотрим i'm an american living in the uk я американец живущий великобритании so this is a sensitive issue for me поэтому для меня это болезненный вопрос вот интересная фраза sensitive issue болезненный вопрос и и дальше здесь типа улыбочка значит как он там сказал smiley face типа улыбающийся лицо as others stated in their answers как утверждали другие в своих ответах согласен math is correct in american english математика это правильный американский то есть слова math когда четыре буквы без окончания с это правильный американский вариант вот этого слова and maths is correct british english и собственно слово maths с кончанием с это правильный британский вариант however однако let me add a few more comments однако позвольте мне добавить еще несколько комментариев значит первый комментарий one first stats statistics is short for statistics in both variants of english это сокращение сокращение сокращенный вариант слова статистика в обоих вариантах английского то есть и в американском английском и в британском второе ту или секонд слэйт и дина текал балдис ну слэйт это такой журнал я нем раньше не слышал но вот он есть значит в этом журнале есть статья об этом об этом вопросе и то есть математика с с или без с она так называются в айда бритц сей матс эндамериканс сей матс почему британцы бритц бритиш или бритц говорят матс и американцы говорят матс третий трэй лист а его слайд лисп вот еще одно новое лично для меня слово значит лисп это шепелявить но google переводчик поскольку он чуть чуть хуже ориентирован на русский язык чем яндекс переводчик он перевел шепеляю такого слова вообще нет есть слова шепелявлю слушай пелявить в яндексе насколько я помню там у меня легкая шепелявость ну я думаю возможно оба варианты варианта либо я шепелявлю либо у меня небольшая шепеля шепелявость а читая вы слайд ли вспомнили я немного шепелявлю and mars is genuinely difficult for me to say и мне действительно джинь юнли сложно говорить слово матс с окончанием с с а южили сей маф поэтому я обычно будем афу без с иван дау а м м аф профессор профессор и в юки хотя я являюсь профессором математики and for или for 4 или 4 а эксперимент with writing мафс versus writing маф значит я экспериментировал с написанием слова математика то есть он писал мафс с буквы с вместо то есть британский вариант вместо английского вместо американского варианта хотя он сам и американец насколько я понимаю уэн токин ту бода и джинс когда разговаривал с пограничными агентами то есть то есть с пограничниками значит бода и джинс это пограничники when returning to the uk по возвращении в великобританию но видимо из америки and they were very noticeably nicer to me и они как бы намного лучше разговаривали со мной то есть были ко мне благосклоннее можно сказать ноуте соблюдо намного when i wrote макс когда я писал макс с буквы с но поскольку пограничники сами британцы естественный приятнее когда с ними разговаривают на их варианте английского языка на их родном и дальше в квадратных скобочках maybe they thought i was starting to be assimilated возможно они думали что я начинаю ассимилироваться здесь пассивный залог заметьте to be assimilated дословно быть ассимилированным но мы скажем ассимилироваться и здесь значит подмигивающий такой смайл и собственно робот нам прочитал озвучил вынкин смайл или вынкин фейс наверно да и square эндин брекет кажутся до квадратные закрывающие скобки и закрывающиеся и дальше dot эта точка и последнее предложение я прочитаю полностью из его с джесси цены блоге аншу небе выщуты диска с нас и стат как я однажды предложил в записи блога он там блок типа ведет возможно нам стоит обсудить слово математика с буквы с и слово статистика то есть сокращение стэд но почему у слова математика два варианта с буквы с на конце нет а статистика и там и там у слова статистика сокращение одно и то же не статс в американском тоже стоит вот типа такую штуку он предлагает вот и все что я хотел сегодня сказать спасибо большое за просмотр жду вас снова на своем канале буду рад если вы оцените мои усилия спасибо вам 耶 Спасибо за просмотр!